Суперсофт И соответственно первая позиция Сироткин будет сортовать четвертый Но в принципе я думаю он сможет прорваться И мы сможем уехать в заказ с ним Соответственно ожидания какие были То что этап будет скучным И скорее всего может быть не попадет даже на видео Но то что как он пройдет дальше Я даже близко себе мог Представить такого исхода событий Угонки только чего не было И куча обгонов и куча аварий Причем с моим участием и Сироткином И также прорыв С последних мест Так что ребят Смотрите это будет довольно интересный этап Также на эту гонку у нас приехали уже Те обновления которые я так долго ждал Снижение расхода топлива Также обновление в шасси Приехало За счет этого валид довольно хорошо себя начал вести На трассе Также был понижен расход топлива С артера решетка я первый Второй Льюис Хемпсон Третий Себастьян Федель Четвертый Сергей Сироткин Пятый у нас Вальтерри Ботт Шестой Чек КПРС Седьмой Макс Ферстайпен Восьмой Ника Хюкенберг Девятый Карл Сайенс И Десятый Роман Граждан Такая у нас топ-десятка Тренерикер у нас вылетел во втором сегменте Ну Акиме решил себе взять штрафы И также ребят У двадцатого у нас Табана Кон Не зря я про него говорю Потому что сейчас будет один веселый эпизод Со старта у него Ну да ладно По поводу стратегии на гонку Одним пистоп В принципе это Довольно таки банальная стратегия Потому что у нас Супер Софт И будет Мидиум потом Ну по стратегии Если бы я проехал программу То скорее всего Супер Софт софт был бы Вот Потому что у нас нет никаких таких прям ультра Мягких комплектов Ну и ребят Переходим к старту Старт Я неплохо стартую Срываюсь с места Сироткин позади меня Так же там начинает Неплохо прорываться Сразу же проходит Хэмилтона и Феттеля Ну и первый поворот И я просто блокирую все резину Вылетаю Широко из этого решаю Срезать просто поворот Чтобы никому не помешать Ну и по итогу Сироткин отправляется у нас на первое место Неплохой старт у него прошел Как это собственно было Он просто срывается Тут же Проносится между Хэмилтоном И Феттелем Ну и дальше уже из моей ошибки Выходит на первое место В принципе неплохо Позади так же было Немало контактов Прямо вот В конце пелотона Потому что все резко затормозили Собственно вот даже Какая-то Форс Индия проехала Собственно это была Форс Индия Акона Вот Варяющиеся куски Передихать и крыльев По поводу Акона Как вы видели Он просто Проехал по Внутрой части поворота Объехав Просто большую часть пелотона А именно 12 болидов То есть После того Как он Поравнялся С Чико Пересом Он был восьмым Проехав С 20 на 8 Неплохо так За одну шикану Ну и позади Меня уже Боролись Феттель с Хэмилтоном За третью позицию Из-за чего С Сироткиным Мы начали просто Отъезжать Очень далеко И поэтому Несколько кругов Будет просто Одна борьба В принципе В пелотоне Так и было То есть Все боролись Между собой За какие-либо позиции Ну борьба Между Феттелем И Хэмилтоном Она была по сути На руку Потому что Мы смогли Оторваться Ну и я думал То что да Уже все Борьба максимум Будет с Сироткиным Но Потом Развернется Гонка неожиданно Тут втроем В Аскаре Входят Феттель Два Мерседеса За чего Ботас К сожалению Откатывается Назад Ну а Льюис Выходит На третью позицию Но ненадолго Потому что Феттель на следующем кругу Во второй шикане Уже Снова догнал Хэмилтона Пытался с ним Поравняться Но Очень плохо Вышел с шиканы За то что У них были Пару контактов За чего Сразу же Он начал атаковать Ботас Но Ботас Н успел До конца пройти И по итогу Они поравнялись Между собой Также Позади них Было Две Форс Индии Которые наблюдали За всем этим представлением И ждали своего момента Ну и На обратной прямой Феттель с Ботасом Ехали бок о бок Также Пыталась Форс Индия Втиснуться Вовнутрь Часть поворота И в принципе Это более-менее Вышло Ботас выиграл За счет этого Ну а Феттель отъехал назад И Также Форс Индия Потерял одну позицию Уже На прямой обратной Форс Индия Пытался атаковать Феттеля Но Феттель атаковал Ботаса Из-за чего они начали втроем Уже входить И Вроде бы кстати была Форс Индия Акона Который по сути боролся За четвертую позицию Стратов Последний Неплохо так у него шел Уикенд Этот Старсминчный прямой Феттель выиграл все-таки Позицию Ботаса Хэмптон к этому моменту Уже неплохо так оторвался От этой группы Потому что опять же Все воюют между собой И просто таким стадом Все бок о бок Входят в первую шикану Акон пытается пройти Феттеля И у него это в принципе Получается на какое-то мгновение Также Ботас Позади начинает бороться Уже с Чека Пересом Ну и Феттель Уже Хочет сразу же Завернуть свою позицию Во вторую шикану У него это удается Тот же самый момент Как с Хэмптоном Пару контактов Но в этот раз Нормально вышел Никого не зацепил Позади уже У нас стал доступен ДРС На третьем кругу Все начали с ним Неплохо разгоняться На прямой Кстати у меня еще Получилось разгоняться На прямой На практике До 370 км В час То есть потенциально Полностью Забреженный болид Скорее всего Даже Мерседес Под слепстримом Может почти Под 400 разогнаться Потом Ботас С каким-то болидом Форс Инди Совершают ошибку Одну и ту же Блокируют оба колеса Из-за чего Ботас проигрывает Три позиции Форс Инди Там проигрывают Своему напарнику Ну и позади Всего этого Там еще Так же прорывался У нас Кимми И болид Заубера Ходят оба болида Рено Ну и позади Кимми уже Тоже хочет атаковать Болида Рено Проходит один Тут же равняется Со вторым И проходит На прямой уже Болида Рено За счет ДРС Тут же пытается Вернуть позиции По отношению Кимми Но не получается И по итогу Откатывается еще дальше Позади уже Ну и примерно Так у нас выглядела Борьба Между Пилотоном Где-то первые 5 кругов Собственно Экшон начинается Моя ошибка На выходе С первого лесма Из-за чего Сироткин въезжает В меня Его разворачивает Мы ломаем Переде антикрылья Я резко нажимаю На газ Еще улетаю При этом Из-за чего Хэмлинтон Собственно Проходит Ну и как итог У меня сломанное Переде антикрыло У Сироткина Его почти нету По сути Ну и По итогу Питстопа Я решил Сироткина Пустить первым На питстоп Так как Ну Мой косяк Пущать заедет первым Потому что У него все таки нет Вообще Оди крыла И он за это Будет терять Как итог Мы выехали На последних позициях Собственно Это ожидаемо Сироткин Поменял стратегию Скорее всего На два питстопа На один Скорее всего И Из-за меня У него Пошел такой косяк Но В принципе Мы начали Сироткина довольно быстро Догонять весь пилотон Из-за того что По сути Мы ехали друг за другом То есть В один момент Он меня ускорял На прямых В один момент Я его И вот так вот Мы обменивались позициями В принципе Это выглядело Довольно так Зрелищно То есть Два Вильямса Прорвались Из конца Пилотона Вот мы оба Прошли в Андорна Сироткин успел Пройти напрямую Я успел Хоть до поворота Пройти Иначе я потерял Кучу времени Также Нам помогала Та ситуация То что Все заезжали Сейчас на свои Питстопы Потому что Был девятый круг Кто был на суперсотах Они заезжали И меняли его На медиум Кто-то на софт Потому что Там по разному Были стратегии Мы с Сироткин Продолжали ехать Друг за дружкой Напрямую Я его решаю Передить За счет того Что я быстрее Выхожу Ну и так же У меня был дресс По сути Напрямую Я его разгоню За собой Потому что Он будет в слипстриме А у меня будет дресс Обойти у меня не сможет Только если На повороте Попытается Но Сироткин Не решает Меня передить На повороте Хотя по сути У него преимущество В комплекте Из-за того Что у него софт Ну проще Задняя ось И Сироткин Меня спокойно прошел Но мне Опять же Это на руку Я за счет Слипстрима Еду за ним И мы догоняем Дальше уже Пилотон Догнали уже Эриксона Также На прямой И к концу Десятого круга Мы догнали Эриксона На старт Финишной прямой У Сироткина Также был ДРС Так что Он не составил Никаких проблем Пройти этот Заобер Также за счет Слипстрима Я прохожу И Сироткина Прям выныриваю Перед Заобером Всего могло Закончиться Просто банальным Контактом Сироткина Мы поравнялись Вышли оба Из первой шиканы Но опять же Кривой выход Сироткин Вырывается Вперед Но из-за того Что он все-таки Близко ко мне У меня есть Слипстрим Я его Прохожу И во второй шикане Уже Начинаю потихоньку Отрываться от него Также впереди Есть болиды За которые Можно удержаться Также В этой небольшой Толпе был Хэмилтон И Феттель Которые заезжали На свои пидстопы Сироткин Меня пытается Атаковать В первом шикане На прямой Проходит меня Ошибается Я не знаю Как он просто Успел даже Отормозиться До поворота Потому что он Ошибся Потом вылетел На траву Но спокойно При этом закончил Поворот Я просто Это поразил Даже На прямой И уже Как обычно Мы обмениваемся Позициями Вот мы уже На седьмой Уже на пятой Четвертой позиции За счет того Что все Заезжали на пидстоп И примерно Борьба наша Уже к сожалению Скоро закончится Потому что Сироткин Как обычно Совершит ошибку Собственно Впереди уже Едет Хэмилтон На два пидстопа Своих Причем Довольно прогрешно После стратегии Здесь на два пидстопа Идти Ну и вот Последняя наша Борьба с Сироткином Где он меня проходит Ошибается Вылетает В порт Аскари И Из-за чего У нас вылежает Машина безопасности Причем Довольно интересно Ты что Ну Вылетел Да и вылетел Последи нас Даже болидов не было Как итог Я плохо Рестарт провожу Меня тут же Пытается обойти Чека Перес Но я оказываюсь На выгодной траектории Поскольку Второй поворот Шека не идет В мою пользу уже Но я Плохо выхожу Опять же Из-за того Что у меня были Холодные покрышки На следующем кругу За счет слепстрима Меня Чека Перес догнал И уже пытался Опредить снова За этим всем Уже наблюдал Ким Райканен У Чека Переса удалось Это сделать почти Но опять же Левый поворот И мы выходим Бок о бок с ним На разгоне У Чека Переса Есть преимущество За счет того Что у него софт Ну и тут же Райканен уже Пытается меня тоже Пройти Прилезает во внутреннюю Часть поворота Мы с ним Поравнялись Из-за этого Но Ему Не везет Его тормозит По сути Чека Переса Я поздним торможением Просто влетаю В Шикану вторую И прохожу Сразу же Форс Индию Возвращаю себе Третью позицию И позади меня Кимми Начал уже проходить Чека Переса У него это довольно быстро Вышло В Аскаре Спокойно по внутренней части Поворота Он проходит И уже Он начал оторваться Позади Сироткин После своего второго Питстопа Начинает проходить Оба Мерседеса Без каких-либо проблем Причем Хотя Ботас По сути разгоняется Позади Хэмельсона За счет Слипстрима Но Даже это ему не помогает И в принципе Это начинается Такой эпизод борьбы Сироткина Его прорыва Позади меня И в принципе Сироткин Это неплохо выходило До определенного момента Продолжалась у него Борьба Также с Льюис Хэмельтон Но она и закончилась Довольно быстро Позади Также еще Боролись С Рэдбулом За счет этого Сироткин Быстро подъехал К ним троим И начал уже Их потихоньку Тоже Пытался проходить Потому что они еще Даже вышли Очень медленно Из поворота Аскари Поравнявшись Сначала Рэдбулом Потом С Форсинди Он сразу же Прошел эту троицу Без каких-либо проблем И Начал пытаться Оторваться Но Чека Перес Не отпустило Так быстро Поравнялись они И уже За счет того Что Сироткин Все-таки был Впереди Этой троицы У него не было ДРС А у как раз Двоих Рэдбулов И Чека Переса Он был Но Благо Сироткин Не остал далеко Во второй шикане Он попытался Атаковать Чека Переса И у него Это вышло Довольно успешно Он прошел Пусть недалеко То есть Ему надо было Выйти В таз из секунды На Уже обратной Прямой Со второй ДРС Его Чека Перес Проходит Также Рэдбул Он уже пытается пройти Сироткин Также еще Ошибается в торможении Как он это любит Причем я заметил То что Сироткин Очень часто Как-то ошибается В торможении То есть На одном этапе У него может быть По 5-6 Спокойных Ошибок этих Позади Мерседес Уже принимаются Атаку На эту группу Из двух Рэдбулов И Сироткина Ну и Начинается тот момент Когда Сироткин Теряет как-то темп Почему-то Я не знаю То ли ЕРС закончился То ли топлива Уже мало И он начал экономить Проигрывать Много позиций Да, на прямой У него сейчас нет Дресса За счет этого Он проигрывает Мерседес Просто спокойно Проходит И Сироткина Едва Рэдбула Но Он начинает Проигрывать позиции Еще Рэдбулу Без Дресса Вот что Проблема была По итогу Хаммельтон Прошел Это все дело Ну а Ботас там Немного застрял Также Ферстаппин Еще и Ошибается Из-за чего Сироткин На два мерседес В трое Начинает проходить Сироткина Тоже там Начинает ошибаться Потому что Ну блин Как бы уйти От столкновений Ну и Два мерседеса Опередили Все таки Сироткина К сожалению И уже Рэдбулт Тут же Начал позади Его Также Атаковать Пытаться Позади Еще и Их догнала Группа Стоящих В виде Зауберов И пары Торос И еще Одна ошибка Также Сироткина Которая Не дает Ему Обойти Мерседес И Который Он откатывается Проходит Да Напрямой У Сироткина Был ДРС И Слипстрим Но Почему-то Он предпочел Ехать за Мерседесом И Рэдбуллом Из-за чего Его начал Прокоить Заубер Ну и Собственно По итогу Сироткин Отстал Даже В этот момент От группы Идущих Впереди Потому что Он переключился На борьбу С Заубером И потерял Просто Кучу времени На борьбы С Заубером Собственно Вот Поворот Аскари Уже Мерседесы Оторвались Впереди Идущие Ну а Сироткин Бок о бок Начал Проходить Заубером К сожалению Так гонка Для Сироткина Законится Где-то В середине Пелотона Ну а У меня Была По сути Довольно Интересная Гонка Потому что Я долго Пытался Угнаться За Фетталем Также Я делал Ошибки И уже Тот Ким Райкен Я начал Проходить На обратно Прямой ДРС У нас уже В тот момент Он был К сожалению Ким Он был Но у меня Был Слепстрим Поэтому Я за ним Спокойно Удержался В Аскаре Я приблизился К нему И на трассе Была такая ситуация То что В Аскаре Я довольно Быстро Проходил Этот поворот И быстро Выходил Из него За счет Этого У меня была Больше скорость Но На медиуме Это не особо Работало И плюс После рестарта Мне еще пару кругов Надо было Проехать И разогреть Этот медиум Потому что Когда я еду за АСК Я получаю то Что у меня Просто Начинают все Проходить Из-за того Что я очень медленно Еду На старт-финишной Прямой Реконена Я прохожу Без каких-либо проблем За счет Дресса И слепстрима И следующей целью Постараюсь Вдогнать Фетеля По сути Он был уже В 5 секундах От меня Потому что Опять же Плохой рестарт У меня была Борьба еще Но Ким Не сдавался Он пытался Меня обойти На обратной прямой Со второй визиона Дресса Он меня Собственно Пытается пройти Я пытаюсь Можно ближе Оттянуть К Апексу Поворота Для того Чтобы он прошел Крайне медленно Этот поворот У меня это получается Я спокойно От него отъезжаю Ну и В погоне За Фетелем Я был Уже где-то 8 кругов Прошло То есть На последнем кругу Я все-таки Догнал Более-менее Пал в зону Дресса И у меня Был всего лишь Один круг На попытку Обойти Фетеля И мне приходилось Искать эту Возможность Также Первый шикан Я еще Торкнул его Немного Из-за чего Я плохо вышел Из шикана И опять Отпустил Фетеля Довольно далеко Но не далеко Так чтобы У меня Не было возможности Открыть Дресс На второй зоне И в Аскаре Я довольно близко Уже был к Фетелю Но Проблема в том Что остается Только один поворот Это была Параболика И На выходе Из Аскаре В принципе С Фетелем Мы вышли Довольно быстро Даже за счет Слепстрима Я не особо Так легко К нему подъехал Но На позднее торможение И в Аскаре Я все таки Прохожу И Вырываюсь На первую позицию На последнюю кругу На последнем повороте Чем мне в принципе И понравился этап То есть У него было И много борьбы Различной Мы прорвались Сироткин С последней позиции Также у нас был Сейфти кар И после него Была борьба Еще определенная У меня И у Сироткина К сожалению Да Сироткин К сожалению Подзадал позиции То есть Он хорошо прорвался После рестарта Но почему-то Темп у него Редко упал Но Окей Мне удалось Вернуть свою первую Позицию На которой я стартовал Хотя это была Довольно сложная задача Потому что все таки После того как Я опередил Уже Реклин окончательно То есть Он меня не мог Атаковать Мне до Фетля Было 5 секунд И Первые два круга Я не мог набрать Темп нормальный Но потом уже По пол секунды Почти сбрасывал С круга И к концу Гонки все таки Умудрился догадать Фетля И опередить его В параболике По итогу Не дав ему фнишировать На первом месте Собственно Первая позиция у меня Вторая у Фетля И третья у Ботаса В личном зачете У нас были небольшие изменения Ну а в кубке конструкторов Вообще никаких изменений Сирокин приехал бы На 10 позиции К сожалению Не смог бы заработать очки Ну опять же Это даже по моей вине Потому что Я тогда не ошибся В втором Лезмо В первом И Мы бы проехали Спокойно бы с ним На первой второй позиции По контактам Было немало На первом кругу Опять же Ломали переди Антикрыльев Позади пилотона Потому что Все резко тормозились И там почти Замедлились окончательно По соперничеству Я выиграю уже У Сирокина Наконец-то Начал выигрывать Ну и так же Уже начинаю Выигрывать У Хамильтона Забираем очки Которые мы будем Сейчас распределять Дальше По нашему болиду Так как Наконец-то Приехало Модификационное снижение Расхода топлива Глобальное Теперь можем Продолжить Качать Мощность Нашему болиду Что в принципе Я начинаю тут же делать У меня еще остается Куча ресурсов Я решаю Что бы мне взять следующее И Остановился я На своем выборе В снижении веса Окончательно То есть Довольно глобальную Модификацию То есть Чем меньше вес у нас будет Тем быстрее мы будем ехать В принципе Логика такая Банальная Ну и ребят На этом все С вами был Вархамер Подписывайтесь на канал Ставьте лайки В группу в ВК Чтобы следить за новостями Где я анонсирую Также стримы Которые у нас проходят на канале Не пропускать их Ну и до скорых встреч Пока-пока И удачи